Сыктывкарская новая генерация дважды встретилась со своим прямым конкурентом на попадание в плей-офф Норильским Никелем. У болельщиков еще свежи воспоминания о проигранном Норникелю в домашнем полуфинале Кубка России, но на этот раз чемпионат страны. Максим Васильев о том, удалось ли взять реванш. К новому двухматчевому противостоянию в Сыктывкаре недавние соперники в полуфинале Кубка России подошли не в самых лучших кондициях. И Никель, и Генерация предыдущие свои матчи проиграли, плюс ко всему у них никак не может опустить лазарет. Понятно, что при кадровом дефиците игры с шашками на голову ожидать вряд ли стоило. Тем более, что массированная оборона – визитная карточка Норильчан в этом сезоне. Впрочем, первыми счетом открыли именно гости. Прострел иранца Таиби точно завершил его земляк Хасан Заде. Отыгрались хозяева спустя 8 минут. Жоэль бильярдным ударом обескуражил Попова 1-1. В первом тайме нам немножко не хватало агрессивности при контроле мяча новой генерации. В общем-то, очень много угроз таких мы позволяли у своих ворот. И у Алексея Попова было очень много работы. Во втором же тайме, я считаю, что мы немножко добавили именно в агрессивности, в давление на игроков новой генерации. И такие у нас были очень хорошие моменты во втором тайме, очень явные. К сожалению, мы их не реализовали. Второй тайм прошел при серьезном территориальном преимуществе Сыктывкарцев. Гости тоже пытались огрызаться, но ударом в обе стороны не хватало точности. Развязка могла наступить на последних секундах встречи. Виктор Сосковец взял игру на себя и пробил, казалось, наверняка, но мяч принял на себя крестовина ворота. Уже спустя секунду голевой момент появился у гостей. Кригер вытащил мяч из девятки после удара Таибе одновременно с финальной сиреной. В итоге ничья 1-1. Обе команды борются за попадание в плей-офф. И цена ошибки в этом матче была достаточно высока. Поэтому я думаю, что мы сегодня провели два разных тайма. Все-таки в первом тайме мы имели побольше возможностей. Жаль, что на эти моменты мы не реализовали уголы. Но ничего страшного, что очко это то есть очко. Мы его приобрели. Я думаю, где-то оно, наверное, нам поможет. Второй матч в Сыктывкарце начали с места в карьер. Денис Бурков отличился уже на 26-й секунде. А затем команды снова переключились на борьбу. Жесткий прессинг по всей площадке, много единоборств и уверенная игра голкиперов. Условия для новой генерации подходящие. С силовым давлением футболисты из столицы Коми обычно легко справляются. Горьба за голов идет, что у них, что у нас. И поэтому напряженная была ситуация и в первой игре, и в второй. Физические кондиции. Может быть, да, уже конец сезона кто-то подустал. Может, кто-то после сборов, когда пауза была. Но так, я думаю, больше эмоциональный фанк присутствовал. Второй тайм Сыктывкарце посвятили владению мячом и неторопливым розыгрышем. То, что новая генерация играет на удержание минимального преимущества, гости поверили не сразу, а когда убедились, было уже поздно. Не помог норильчанам и выход пятого полевого. Развязка могла наступить снова на последней секунде. Мяч после прострела с фланга угодил защитника хозяев. И, как показалось футболистам норильского никеля, не обошлось без игры рукой. Но их доводы арбитра не убедили. 1-0. Минимальная победа новой генерации. И первый сухой матч в чемпионате для иголкипера Александра Кригера. Команда играет в зону, и где-то мы не успевали перестраиваться. Есть португальцы, которые очень техничные. И за счет своих действий они вынуждали нас ошибаться в обороне, перестроениях. Но в целом физически мы, мне кажется, были чуть получше. Потому что вторые таймы у нас проходили в более равной игре. Даже, может, больше у нас моментов было у чужих ворот. Так что чуть-чуть не хватило. Не хватило только реализации, считаю, в этой игре. 4 очка в двух матчах с прямым конкурентом за попадание в восьмерку тренерский штаб новой генерации расценил как несомненный успех. От 9-го места сыктывкарцев уже отделяет 7 очков. Максим Васильев, Олег Костромин, Иван Богомолов, Телеканал Юрган, Сыктывкар.